Доброе утро! Второй пилот воздушного судна Ан-24 и Ан-26 Сергей Меркулев. Доброе утро! Доброе утро, Сереж. Такой красивый молодой парень в форме, просто сказка, мне кажется. Да, может быть, мы не будем разговаривать? Нам все завидуют, мне кажется, все зрительницы. Но мы будем спрашивать у вас, Сереж, как вообще вы оказались в этой форме, в авиации, в этой авиакомпании. Откуда вы приехали, расскажите нам. Да, вообще я местный, я из города Мирный. У меня авиация как-то, знаете, красной нитью шла через всю жизнь. Я, можно сказать, уже в третьем поколении работаю в авиакомпании. Отец с дедом, они работали в инженерной службе. Я вот связал свою историю, судьбу с летной. Вот, закончил институт, получил вообще целевое направление от авиакомпании. То есть уже, так скажем, в школьные годы я уже знал, с чем буду заниматься. Точно представлял себе это. Да, в общем, отучился в институте пять лет. И вот уже по целевому контракту вернулся в город Мирный. И продолжаю вот сейчас свою деятельность на воздушном службе. А сколько вы уже работаете пилотом? Так, уже два года у меня трудового стажа. В общем, продолжаю. Стремимся к командирству. Возможно, в будущем. В общем, развиваемся. Невозможно. Однозначно. Вот. Однозначно. Но я знаю, что измеряется стаж работы у пилотов в часах. В летных часах, все правильно. А сколько у вас этих часов? На данный момент у меня 600 часов. Как бы немного, но для начального этапа как бы все впереди. И вот продолжаем. Но вы, получается, второй пилот самого безопасного самолета? Ну, вот так говорят. Так говорят. Я точно могу сказать, что Ан-24 – это один из наиболее безопасных самолетов. Есть множество критерий, которым он соответствует. И одни из них – это он просто в понимании как для пилота, так и для обслуживания. То есть там нет… Можно сказать, современные самолеты, они тоже на достойном уровне безопасности, в первую очередь. И Ан-24, он имеет те схемы, агрегаты, которые практически, даже вот созданы они в 60-е годы, в 70-е годы, они безотказны. В большинстве своем. Ну, то есть можно смело говорить, что утверждение, если вдруг, не дай бог, откажет двигатель, то этот самолет может спланировать вот как дельтаплан. Даже больше я вам скажу, не то что спланировать, он продолжает полет, мы долетаем спокойно до аэродрома назначения, и бояться этого точно не стоит. Все. Все, ты не боишься? Я и не боялась. Нет, я… У меня был опыт на Ан-24 в качестве пассажира, и вот мы уже просто до эфира успели поговорить. Я летела лет 10-12 назад, но это был прям перемотанный скотчем самолет, изнутри, по крайней мере. И вот так вот все мы летели, и все оно как бы… Но зато мы спокойно долетели, то есть хорошая посадка. То есть я тоже могу утверждать, что это действительно хороший, безопасный борт. Я готов фотоотчет вам составить, никакого скотча, все работает как часы, все работает хорошо. Да, очень хороший самолет, всем рекомендую, кто не летал. И очень вам скажу, по крайней мере, мне очень нравятся такие удобные пассажирские кресла там. Ну, очень как в люльку в них садишься, очень комфортно. Ну вот да, с течением времени замечаешь, что чем круче самолет, да, ну как я сужу, с точки зрения пассажира, конечно же, они, как это, водителя чуть не сказала. Ну, то есть не сотрудника, да, и согласна, что как будто бы не для нас. Возможно, да, но как бы развивается все, все надо смотреть там в дальнейшей перспективе. Ну, мне кажется, мы точно совершенно можем проверить и удобство, и безопасность, и вообще комфорт полета. А куда вы летаете? В какие города? Ну, авиакомпания «Алроса» достаточно широкая маршрутная сеть. На Ан-24 мы выполняем полеты в Ленск, в Удачный, в Якутск. Также на самолетах «Боинг» выполняются рейсы в Москву, Новосибирь, Санкт-Петербург, Иркутск. Так что в любую точку, пожалуйста, ждем вас. А какой вообще график у пилота? Как часто вы, ну скажем, бываете дома? Насколько вообще это сложно? Ну, он ненормированный, начнем с этого. И действительно бывают затяжные командировки, но планирование, оно старается распределять и нагрузку. Ну, потому что все же понимают, что и с семьей надо время проводить обязательно. И достаточно, вот по крайней мере на Ан-24 у нас нет такого, что рейсы ночные в большинстве своем. У нас мы выполняем, уезжаем с утра, приезжаем вечером. Угу. То есть с утра ушел из дома, через 8 часов уже дома. Можно и так сказать, да. Поработал в офисе в небе. Ну так. Классно, да? Романтично, да? Я очень хочу спросить у пилота вопрос, который меня давно мучает. Давай. Нравится ли вам слышать аплодисменты пассажиров, когда вы совершили посадку? Да, этот вопрос, правда, любят задавать. Все, да, мне кажется. На самом деле. Я ни разу не задавала, хочу услышать ответ. Мы их не слышим. Я знала. Нет, ну вы же можете себе представить, что там вам аплодируют? Конечно, можем. Но слышат их в первую очередь бортпроводники. И бортпроводники уже нам передают, что вот пассажиры аплодировали. И, конечно, приятно. То есть все-таки надо аплодировать? Ну, мне кажется. Это уже по вашему настроению. Каждый волен делать, что хочет. Ну, если бы еще и везде так было, а не только во время перелетов. То есть ты выполнил свои обязанности? Молодец, спасибо. Нет, ни в коем случае. Я сама с удовольствием всегда аплодирую. Просто потому что не чтобы сказать спасибо, что живой. А просто, ну вот, действительно, как-то... Все прошло. Какой-то торжественный момент, не знаю, когда вот идешь к посадке, и ты видишь, и прям чувствуешь, как выпускаются шасси, и прям видишь так, чик-чик, и прям касаешься земли. Я не знаю, я как это... Да. Романтика. А что чувствуют пилоты? Ну как, это в первую очередь ответственность большая. Вот, ну, надо соответствовать всем критериям безопасности и понимать, что у тебя за плечами сидит большое количество пассажиров. И, естественно, там уже мобилизируются все ресурсы, особенно на посадке. Конечно, там отдача идет стопроцентная. Вы помните свой самый первый полет в качестве пилота? Конечно, помню. Я даже помню, что он был 22 января. О, как! Да, это в институте у нас вот по программе практики мы проходили. Ну, помню, конечно, мандраж был сильный, но когда вот садишься за штурвал, и тогда прям очень большая концентрация достигается. А какой самый интересный запоминающийся момент у вас был в работе? В практике? Ну, конечно, это вообще первый самостоятельный полет, когда летишь один. То есть не на кого, условно говоря, положиться, потому что первоначально, естественно, все полеты с инструкторами. И вот в первый самостоятельный полет вся ответственность на тебе. Ложиться, летишь, и вот там вот этот момент, буквально он длится первые минут семь. Ну, они прям как дня два по ощущениям. Ну, правда, это вот самый запоминающийся, действительно. А в какое время года лучше всего летать? Или интереснее, или, может быть, когда там небо наиболее такое красивое? Ну, не знаю, какие-то... Чтобы узнать, что мы не видим, что мы пускаем в этой жизни. Я бы сказал, в какое время дня лучше всего. Конечно, очень красиво летать на закатах, на рассветах. Да, оно, особенно, когда навстречу идешь солнцу, очень красиво смотрится. А вы не фотографируете или первое время там... Так, телефон, а-а-а... Не, не, ну... За штурвал держишь. За штурвалом, да. Штурвал, потому что такая красота. Снимай. Ну, конечно, есть возможность это фотографировать, но... Тут уже мне, по крайней мере, не до этого надо все-таки заниматься делом, а вот эти все отвлекающие факторы... Но каждый на своей совести. Это, как мне кажется, знаете, стаж нарабатывается у водителей, и вот когда они уже настолько все делают на автомате, вот у пилотов, наверное, точно так же. Ну, возможно, да. Вот там, возможно, появляется дополнительная минутка, когда можно достать телефон и сфотографироваться там с улыбкой. Но есть, конечно, небольшие. Ну, вот они у меня сохранены. А, ну, то есть пара фотографий каких-то есть? Есть, есть, конечно, есть. Классно. Такое клевое утро. Я вообще не хочу сидеть в студии, я хочу полететь теперь куда-нибудь. Конечно. У нас и авиакомпания льготные перелеты предоставляет, субсидированные от Министерства транспорта. Для молодежи до 23-х, для пенсионеров старше 55-60-х. Мне нравится, для молодежи, да. Мы не попали. Для пенсионеров. Хорошо. Также многодетным семьям и людям с определенными потребностями. Все в билетовых кассах, информация в соцсетях, на сайте компании. А это правда, что для сотрудников авиакомпании, не то что льготные билеты, а вы вообще в любую точку можете полететь? Ну, куда летает авиакомпания, и это бесплатно для вас? Конечно, есть такие услуги. Но там она не совсем, мы платим неустойку, но она, конечно, в процентном соотношении действительно меньше. Есть возможность путешествовать, вот пускай ездить. Как Леонардо Ди Каприо, да, в «Поймай меня», если сможешь. Просто «Здравствуйте, ребят, я тут застрял, не подбросите меня». Ну, вот тогда последний, наверное, вопрос. А были ли какие-то вообще забавные, курьезные ситуации на работе, о которых можно рассказывать? Главные условия. Да нет, конечно. Ну, забавных-то именно в полете, подготовки к полету нет. Бывало, вот когда в загруженные сезоны каждый день работаешь, ну, и так время немножко смазывается. И вот вроде тебе выходной поставили, но ты вот привык вставать, ну, все, на рейс. С утра встаешь, едешь, и вот уже пока в такси едешь, понятно, едем домой. Ну, вот это такое. А так все серьезно максимально. Действительно, приоритеты – это комфорт, безопасность, и отдаешься максимально. Ну, Сереж, мы вас и всех ваших коллег поздравляем с праздником, вам отличного настроения, замечательной работы, безопасных самолетов, которые интересно пилотировать и легко, самое главное. Да, мне кажется, главное, чтобы была легкость в работе. И, наверное, еще этих хороших пассажиров, которые аплодируют так, чтобы вы слышали. Хорошо. Спасибо вам большое, что пригласили. Спасибо. Спасибо, Сереж. Первым делом, первым делом – самолеты. И доброе утро на Алмазном крае, которое, кстати, подходит к концу. Мы мчим на встречу в выходные, всем желаем их хорошо провести. И до следующей недели мы с вами прощаемся. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова